От власти греха и беззакония И мы знаем, что это совершается в настоящее время Поэтому сегодня мы слышим, что необходимо должно быть покаяние И за покаянием следует плод именно, плод покаяния Это святая жизнь во Христе Мы читаем и Слово Божье Где сказано в Словах Христа Мы имеем великое обетование увидеть и быть в Царстве Божьем Поэтому мы читаем, что Евангелист Иоанн говорит о Христе Христос сказал, кто мне служит и мне допоследует И где я, там и слуга мой будет Это великое обетование дано для каждого из нас Чтобы мы могли служить нашему Богу Чтобы мы могли следовать Его путем И мы видим, что из Слов Священного Писания написано И кто мне служит ему, служение нашему Господу Поэтому Христос сказал, кто мне служит, того почтит Отец мой Мы сегодня на этом месте будем видеть тех, которые будут заключать завет с Богом через водное крещение Которые будут обещать служить Ему чистой доброй совести И в этот час, находясь здесь, на берегу реки Пины Мы как народ Божий Мы все сегодня будем обращаться еще к нашему Господу Чтобы Он благословил нас всех сегодня присутствующих Благословил тех, которые сегодня заключат завет с Богом Чтобы мы могли сегодня ощущать эту великую радость В нашем Господе Иисусе Христе Ибо Он есть спасение наше И поэтому сейчас я всех приглашаю Стоя на ногах, мы обратимся к Богу за благословением Он есть один благословляющий народ свой Молимся Все сестры, братья, все, которые сегодня на этом берегу этой реки Мы все рады тому, что Бог делает в нашей жизни Я думаю, что многие из вас, которые сегодня здесь Они пережили большое благословение И возможно быть, утром проснувшись, кто-то вытянул руку на улицу Или просто вышел и думал, видит дождь на кропате И думает, плохая погода Но Бог явил свою милость И сегодня чудесная погода Мы рады этому Но не это главное Главное то, что церковь живого Бога Она строится И песни, которые хотят петь наши друзья Отец и Сын и Дух Святой Святая Троица Отец и Сын и Дух Святой Святая Троица Сын и Дух Святая Троица Сын и Дух Святой Троица И радостью благослови Сын и Дух Святой Троица 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 Дай силы верни Мы до конца Космого силы Среди нас Но церковь строится Пусть и истина Через Твой народ Другим откроется По знаменем Твоим храниц Охотно преданна Тебе мы горим Я буду святой Тебя мы славим В этот час Святая Троица Дай силы верни Быть до конца Космого силы Среди нас Но церковь строится Отец и Сын Сын и Дух Святой Сын и Дух Святой Троица Ты живи стыне зимой Народ Твой Морится Дорогие друзья, ровно год прошло с тех пор, как мы здесь присутствовали, ровно-ровно год. И мы за это время, наш оркестр, церковь Вознесения, приготовил несколько псалмов интересных, очень содержательных. Даже были мы в Барановичах в прошлом году, там нам попросили сделать один псалом, мы сделали, я спрашиваю нашего региона, 2-й церкви, 3-й, и мы такого псалма не знаем, ему веры. Но я хочу сегодня вашему вниманию в замечательный праздник, сегодня у нас большой светлый праздник, преподнести псалом. Дни прошли и снова собрались друзья, чтобы добрым словом ободрить любя. Пожалуйста. Спасибо. 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 Благодарю. Спасибо. 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 КОНЕЦ О, мой Господь, я весь в грехах, Я прихожу к Тебе таким, как есть. Проси меня за то, что я так сладко, Хочу Тебе благодарение принять. Благодарю Тебя за дивный лифт святой, Благодарю Тебя за то, что вижу образ Твой. Благодарю за жизнь мне данную Тобой, За то, что Ты даруешь вечный мне покой. Ты с неба в мир Господь сожжет, Сожжел Ты в мир, покрытый вновь. Твоим приходом мир был принесен, Для тех, кто так устал от слез и горя. Благодарю Тебя за дивный лифт святой, Благодарю Тебя за то, что вижу образ Твой. Благодарю за жизнь мне данную Тобой, За то, что Ты даруешь вечный мне покой. Ты на кресте был пригвожден, Ты там распял грязь. Благодарю Тебя за дивный лифт святой, Благодарю Тебя за дивный лифт святой, Благодарю Тебя за то, что вижу образ Твой. Благодарю за жизнь мне данную Тобой, За то, что Ты даруешь вечный мне покой. Благодарю Тебя за дивный лифт святой, Благодарю Тебя за дивный лифт святой, Благодарю Тебя за дивный лифт святой, Благодарю Тебя за то, что вижу образ Твой. Благодарю за жизнь мне даму и тобой, за то, что ты даруешь вечный мне покой. Дорогие братья и сестры, которые сегодня будете принимать водное крещение, сей день для вас сотворил Господь, слава Господу. И пред нами сегодня те люди, которые будут принимать святое водное крещение. Это те люди, которых в свое время коснулось Слово Божие. Оно является живым Словом, действующим Словом и касающего сердца человека. И мы видим, что они пожелали вступить в завет с Господом, слава Богу. И во дни Иисуса Христа проповедь Евангелия, она проповедовалась. Сами Иисус Христос учеников посылал, чтобы они шли и проповедовали о спасении. И после своего воскресения, перед Вознесением, Иисус Христос в Евангелии Марка, в 16 главе, 15 стихом сказал таковые слова. И сказал им, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Это повеление нашего Господа Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». И по сегодняшний день проповедь Евангелия, она продолжается. И будет продолжаться проповедь Евангелия до второго пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Евангелие не остановится. Никакая сила его не сможет остановить, эту проповедь. И когда мы видим в Ветхозаветнее время, Вечный Бог также повелевал своим пророкам, мужам своим, чтобы они несли весть проповеди Слова Божьего. И когда мы обращаемся в книгу пророка Ионы, мы об этом находим, когда сам Бог пророку Ионе повелел проповедовать, читаю с первой главы первые стихи. И было слово Господне Кионе, сыну Амафиину. «Встань, иди в Неневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Мы видим, сам Бог, обращаясь к этому мужу, сказал «Иди в город Неневию и проповедуй, ибо злодеяния сей земли дошли до меня». Но когда мы ниже там читаем, Иона стал бежать от лица Божьего. Стал бежать, стал ум, не послушался Бога. Находит корабль и плывет форсис. Но Бог на море воздвигает бурю, И все люди, которые находились там, они пришли в рассуждение, они пришли в страх, они пришли в трепет, и стали говорить между собою, за кого же постигла нас эта беда. И начали помещать в свое сердце, давайте бросим жребий, и мы увидим, из-за кого постигла нас эта буря. И когда бросили жребий, пал жребий на Иону. Стали задавать ему вопрос, откуда ты, с какой стороны, какое твое назначение? И отвечал Иона, я еврей, что Господа Бога Небес, сотворившего море и сушу. И вот здесь эти люди поняли, в чем причина, в чем случилась эта буря. И начали помещать, а не дальше о выходе. И говорит Иона, бросьте меня в глубину морскую. Но все-таки люди были в страхе, и они этого делать не хотели. Но когда пришло безвыходное положение, Иона настоял, и они его выбросили в море, читающие Слово Божие. ...городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря, еще сорок дней, и Неневия будет разрушена. И поверили неневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище, от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Неневии, и он встал с престола своего, и снял в себя царское обличение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле. Последний стих. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Послушались Неневитяне проповеди Иониной, который говорил, что Бог наведет на вас, и разрушит этот город. Сам царь пришел в страх, дал повеление, даже скоту не ест. Никто не ел в этот день, и когда изменились ихни дела, то Бог не навел это бедствие, слава Господу. И по сегодняшний день эта Евангелие, она проповедуется. И те люди, которые внимают Слово Божьему, которые принимают Иисуса Христа как личного спасителя, они сегодня будут давать обе, служить Господу чистой и доброй совестью. И по сегодняшний день еще проповедь Святого Евангелия, она проповедуется. Но, к сожалению, не так быть может, как в последующие годы везде и на всяком месте проповедовалось Слово Божие. И один Бог знает, нет. Сегодня многие люди, они не хотят слушать и говорят, это не нужно, это нужно запретить. Но когда те люди, которые находились в корабле, в которых была беда, в которых видели бурю, которые видели будущую погибель, сам Иоанн им сказал, выбросьте меня, потому что из-за меня постигло это бедствие. Они не торопились делать этого, потому что были в страхе. И многие люди, которые сегодня говорят, что не нужно, не нужно этого, сколько это будет продолжаться, придет один прекрасный день, когда явится Сын Божий за Церковью Своею и узрит всякая плоть и Иисуса Христа, то те, которые сегодня кричат, нужно закрыть. Не надо, довольно, потому что по многим городам Белоруссии, России, Сибири, пророк Иоанна пошел и проповедует, и Церковь Божия растет и умножается одному дьяволу и последователей, ему не нравится это. И в последний день эти люди будут говорить горам и холмам, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле. Дорогой слушатель, поэтому пусть спешите к Иисусу Христу. Благая весть, еще сегодня она раздается для ваших сердец, и сам Иисус Христос сегодня приглашает, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Аминь. 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 Мой любовь сошла на сыне, Субтитры создавал DimaTorzok 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 жизнь. Приди ко мне, усталый и изнуренный, и Бог устроит твою жизнь. Да благословит вас Господь. Приди ко мне, грехом оприменённый, усталый и измученный, и мужской, я жду тебя со мной. Приди ко мне, израненный грехами, с тобой давно я встретиться хочу. Приди ко мне, и я светлым бальзамом все раны сердца скоро излечу. Не откладывай это решенье, не во власти твоей времена. Неужели отвергнешь прощенье, и не будет душа спасена? Приди ко мне, пока ещё есть силы. Приди ко мне, и я приму как сына. Не опоздай в смирении, приди. Не откладывай это решенье, не во власти твоей времена. Неужели отвергнешь прощенье, и не будет душа спасена? Не откладывай это решенье, не отвергнешь прощенье, и не будет душа спасена? Приди ко мне. Приди ко мне. Дорогие друзья, братья и сестры, и все присутствующие на этом торжественном служении, где мы будем видеть вторую часть служения, где будут наши братья и сестры заключать завет с Господом. Это не для того, чтобы принять какую-то религию, но это будет сделано для того, чтобы сделать договор с Господом здесь на земле и там в небе, чтобы заключить завет с Господом. И каждая душа понимает об этом, что она стоит сегодня пред Богом, и ее будет, или его слово да, служить Господу с доброй совестью. Так эти души в свое время поразмыслили, послушали свое сердце, тот стук Духа Святого, и решили сегодня отдать себя Господу, посвятить свою жизнь для служения Иисусу. Это самое драгоценное в жизни человека, что есть на земле. Я очень рад и мечтал, братья и сестры, о таком великом служении, это примерно лет 20 назад, когда мы испытывали другое время, и нам не было возможности такой совершать водное крещение. Но Господь благословил нас до сегодняшнего дня, и мы радуемся сегодняшним торжественным служением, этим и тысячи людей, спасенными нашего города. Слава Богу! Очень много за столетие было препятствий Церкви Божьей. Почему? Потому что на земле есть дьявол, сатана, который вредит всему человечеству. И многие пытались что-то сделать вредно для Церкви. Но мы видим, что с каждым годом больше и больше благословляет Господь наше государство. Нашую Беларусь, за что мы хотим прославить Господа. Пусть слава Богу будет сегодня с каждых уст здесь присутствующих. Некогда Господь сказал, что я создам Церковь. Это не наша рука, никакого человека, но сам Господь, Сын Божий, сошедший на землю, создал Первоапостольскую Церковь и дал повеление, чтобы ишли от Иерусалима, самары и даже до края земли, говорили Слово Божье. Может быть, в то время ученики не понимали, или апостолы полностью, что в планах Господних. Но на сегодняшний день мы видим благословение Божье, что даже к краю земли идет Слово Божье. Оно идет в эфире, оно идет по городам, на берегу речи, где принимают водное крещение. Везде по работам, везде мы слышим Слово Божье. И некогда, собравшись, ученики, апостолы понимали вначале, что спасение только для иудеев, и потом поняли, что иудеи отвергают то спасение. И они переменили мысли и поняли планы Божьи, что не только для живущих и иудеев спасение пришло на землю, но и для нас, языческого народа. За что, слава Богу, что наш Господь видел нас в городе Пинске, в других городах Белоруссии. Он Святым Духом преподнес к нам спасение через Сына Божья, через пролитую кровь Сына Божья. Деяния апостола в последней главе, 28 стих, я хочу читать. Итак, да будет вам известно, что спасение Божье послано язычникам, они и услышат. Слава Богу, братья и сестры, что нам пришло спасение, что на сегодняшний день Слово Божье сбылось. Мы слышим спасение сегодня. И я призываю всех тех людей, кто не отдал свое сердце Господу, сегодня Господь стучит в ваше сердце. Написано, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Слово Божье гарантирует дать вам покой здесь на земле и там в вечности быть со Христом. Сегодня было сказано немножко о том, что Господь готовит церковь свою для того, чтобы ее восхитить от земли. Многим людям непонятно это, но это будет. Многие не верят, что это случится. Но это будет, Слово Божье говорит, и мы веруем в Него. И хочу сказать о том, если бы мы слепо верили только написанному, но мы видим знамение Господне. Мы видим, что наряду вот этого времени от пришествия Христа Евангелие исполняется. И уже очень мало осталось того времени, когда Господь отзовет избранную Свою от всей земли. Поэтому, дорогой друг, человек, который посетил этот берег с ее богослужения, тебе дана сегодня великая возможность, чтобы отдать свое сердце Господу. Прислушайся к стуку Святого Духа. Тогда, когда идут проповеди, когда идет песнопение, все это свидетельствует для вас, что вас зовет Господь. Мы будем приходить к заключению первой части нашего богослужения. Мы не можем охватить всего сегодня. Всей Библией мы могли бы рассказать о многом. Я думаю, что все христиане, они очень ревностны говорить другим. Если бы у нас была возможность сказать всему миру, вот в этот микрофон, мы бы говорили, что, люди, вы живете в последнее время. Вам очень осталось мало для того, чтобы встретиться с Иисусом, который взойдет на облако с великой силой и славой, где люди, которые непримиренные с Богом, они будут бежать от лица, сиящего на престоле. Они будут призывать имя Божие, чтобы Господь спас, чтобы горы, холмы покрыли их. От великих, ужасных явлений, страшных, которые будет испытывать все непримированное человечество, церковь Божия будет восхищена. Поэтому, как я сказал, что мы живем в последнее время, и не только, братья и сестры, я обращаюсь к тем, кто непримирен с Господом. Мы не знаем, что случится завтра, наше сегодня известно и то, до вечера нам неизвестно. Может быть, последний стук сегодня был для вас. Может быть, кто-то стоит и еще в горьбане своем. Что делать? Может, попозже. Но я знаю, что Дух Святой сегодня в ваше сердце стучит. И я при заключении нашего первого богослужения призываю к молитве народ Божий и призываю тех, кто хочет сегодня отдать свое сердце Господу. Пусть не стесняется эта душа, пусть не ведет борьбы в сердце своем. Отдайте себя Духу Святому, отдайте Господу, и вы будете спасены. Есть гарантия Библии, что кто призовет имя Господне, кто осознает, что через Сына Божьего идет прощение грехов, через пролитую кровь, и заключит или отдаст свое сердце Господу, тот будет спасен. Пожалуйста, выходите сюда, на середину или здесь краешку, кто желает служить Господу. Я прошу вас, во имя Господа, сделайте сегодня это, и вы будете счастливы в своей жизни. Если есть, так вы, пожалуйста, выходите. Дорогие друзья, немножко еще пропоется псалом, а я буду призывать вас сюда выходить. Может быть, кого-то сердце, чьего-то сердца касается Господь, Пожалуйста, выходите. Мы за таковых помолимся. Пусть то сердце не смущается. Народ Божий, я прошу к молитве, внутренней молитве. Пусть Дух Святой сегодня сделает ту работу, которая должна была произвести здесь, на берегу. От нас очень много зависит. Пожалуйста, выходите, кто желает служить Господу. Он здесь, хочет встречу Он с тобой, Он здесь. Пред Тобой мой Господь, преклоняюсь предстоит, слава всемогущего, Что ты здесь, что ты здесь. Пред Тобой мой Господь, преклоняюсь предстоит, слава всемогущего, что ты здесь. Он здесь, Он здесь, хочет встречу с тобой, чтобы дать душе покой, дверь из сердца для Иисуса и открой. Хочет встречу Он с тобой, чтобы дать душе покой, дверь из сердца для Иисуса и открой. А сейчас мы будем приходить к заключению первой части нашего богослужения. Мы видим, что нет желающих, чтобы отдать свое сердце Господу. И очень жаль сегодня таковых людей, которые не разрешили своей судьбе перед Господом. И, как сказано в Слове Божьем, что без меня... у меня есть очень большое желание служить Господу. Слава Богу! Мы видим, что есть тот человек, который откликнулся на призыв Божий, и он желает сегодня дать свое сердце Господу. Слава Богу! Если бы один человек всего лишь был спасенный на земле, Сын Божий бы пришел бы и ради Него. Мы видим, что еще одна душа вышла для того, чтобы изложить свое покаяние и отдать сердце свое Господу. Я хочу служить Господу. Аллилуйя! Слава Богу! Это принадлежит, слава Богу! Церковь Божья радуется оспасенным и людьми. Братья, если он приятный, он покается. Слава Богу! Еще одна душа, которая изъявила желание совершить покаяние перед Богом, отдать сердце свое Господу. Слава Богу! Друзья, дорогие, мы призываем еще. Я знаю... Где еще? Еще есть? Я тоже желаю приобщиться к вашей дне. Слава Богу! Еще приобщение к нашей церкви или к церкви Божьей желает душа. Аллилуйя! Слава Богу! Может быть, еще кого-то в сердце тревожит Господь. Мы будем молиться за всех. Пожалуйста, выходите! Не упустите момента сегодня. Господь к вашему сердцу стучит. Мы будем молиться. Мы будем уже с благодарением. Хотя и так мы молились бы с благодарением. Мы знаем, что то, что сегодня было сказано, со Слова Божия, оно тщетно не пройдет. На чью-то почву она падет. И, может быть, всходы будут. Другая сестра в Господи. Веришь ли ты, что Иисус Христос есть Син Божий, твой личный Спаситель? Обещаешь ли Ему служить чистой, доброй совести до конца твоей жизни? Основание твоей веры и твоего обещания крещу тебя в воде. В имя Отца и Сына и Святого Духа. Всех. Сына и Святого Духа. Сына и Святого Духа. Другая сестра в Господи. Веришь ли ты, что Иисус Христос есть Син Божий, твой личный Спаситель? Верю и верю. Обещаешь ли Ему служить чистой, доброй совести до конца твоей жизни? В основании твоей веры и твоего обещания крещу тебя в воде. В имя Отца и Сына и Святого Духа. Все мы во Христа крестились, во Христа брелись. Сына и Святого Духа. Не сужайте проход, я попрошу вас, немножечко сделайте, чтобы можно было выходить. Не давайте им на камень становиться. Что же, что-то я не знаю. Глаза залезают. Другая сестра в Господи, веришь ли ты, что Иисус Христос, и Сын Божий, твой личный Спаситель? Обещаешь ли Ему служить чистой, доброй совести до конца твоей жизни? На основании твоей веры и твоего обещания крещу тебя в воде во имя Отца и Сына и Святого Духа. Все мы во Христа крестились, во Христа брелись. Аллилуйя.